Вот уже 18 лет холдинг «Спецстрой» проводит розыгрыш Кубка по мини-футболу среди команд, представляющих подразделения организации. На этот раз мероприятие состоялось во Дворце спорта «Видное», а участниками стали четыре команды – «Спецстрой-Р», «Албис-Мед», «Торговый дом Албис-Центр» и «ГК АСП». Футбол, в принципе, один из самых продвинутых ярких видов спорта. И, как мы считаем, корпоративный футбол помогает сплотить коллектив, снизить стресс, пообщаться коллегам в неформальной обстановке и понаблюдать за яркой, интересной игрой. Подобные мероприятия позволяют наладить дружеские отношения между трудовыми коллективами. Все сотрудники работают в разных подразделениях холдинга, но имеют возможность пообщаться во время таких турниров. За почти 20-летнюю историю у соревнований уже появились многократные победители. Это команда «Спецстрой-Р». В ее составе в этом году дебютировал Сергей Фролов. Игра первая, вообще в компании игра первая. Дебют отличный, начинаем неплохо, пока нет сыгранности, к сожалению, потому что у нас один игрок от снова травмировался. Сейчас наверстаем, по второму, третьему уже, я думаю, наверстаем. Главный девиз состязаний – неизменный. Честная борьба и уважение между соперниками. Общая цель у всех одна – участие в празднике футбола и получение удовольствия. Но, конечно, в процессе игры эмоции захватывают, а у игроков просыпается спортивный азарт. Первые два уступили немного, ошиблись в обороне. Вторую игру поднабрали, набили голов. Сейчас будем решать, что будем с третьей игрой делать. Так соперники достойны, соревнуемся нормально. Что они давление дают, что мы давление. Стоит отметить, что активный образ жизни приветствуется руководством холдинга. Практически все участники мини-футбольного турнира не собираются на спортивной площадке раз в год, а регулярно тренируются и поддерживают форму. Тренируемся. У нас один раз в неделю есть тренировка, сыгранность есть, есть командная. Есть и братарь у нас свой, которого наигрываем тоже самое. Играем. Тренировки проходят два раза в неделю. Мы с ребятами собираемся в спортзале и уже там подготавливаемся, выбираем, кто у нас будет в основе в составе. Места распланируем, играем в распасовку, тренируем уратарей. Ну, в принципе, как у всех все происходит. Сначала все команды сыграли между собой и по результатам встреч определились лидеры соревнований. Они сразились в финальном матче. Остальные два коллектива разыграли в очном противостоянии бронзу. В итоге победителями турнира стала команда ГК АСП, обыграв в финальном матче коллег из «Албисмет» со счетом 2-0. Чемпионы сегодня! ГК АСП! Фантастические ребята! Все участники были награждены памятными медалями и подарками. А на празднование Дня строителя победителям будет вручен переходящий кубок соревнований. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.